Девушки отдыхают Нейл Перри. Свежее и быстрое. Добро пожаловать в нашу программу. Добро пожаловать на остров Кенгуру. Я нахожусь в кафе Сент-Фай, в одном из тех мест, где стоит побывать. И у меня здесь замечательная рыба, которая ловится в Южной Австралии. Сила гопетистая. Мы приготовим ее на барбекю. А еще я сделаю простой томатный соус. Я нарезаю тонко помидоры. А еще у меня есть нашинкованный лук. И я собираюсь положить все это на барбекю до того, как начну жарить рыбу. Потрясающая погода. Вы можете слышать шум волн, то есть ветер сумасшедший. Вот почему мы здесь, а не на пляже. Соль, перец, оливковое масло. Его много не бывает. И просто бросаем на барбекю. А затем кладем лук, чтобы он получился поджаристым. Соль. Еще немного оливкового масла. Не слишком много. Иначе задымится. Я надрезал рыбу до костей, чтобы она быстрее приготовилась. Теперь каждую сторону следует обжаривать не больше пяти минут. А затем ей нужно немного полежать, чтобы дойти. Мы ведь не хотим, чтобы она пережарилась. Еще немного соли. Сюда еще соли. Еще немного оливкового масла на помидоры. Нам нужно, чтобы овощи были слегка поджаренными. Видите, лук уже начинает приобретать коричневый оттенок. Как и помидоры, быстро переворачиваем их. Затем я выложу помидоры в миску и смешаю с уксусом и оливковым маслом, чтобы получился томатный соус для нашего барбекю. Так, помидоры становятся мягкими. Поэтому я продолжаю переворачивать, чтобы они не пережарились. Как там у нас дела с рыбой? Через одну-две минуты можно будет переворачивать. Она настолько хороша. Мне нравится готовить в таких местах, потому что продукты очень хорошие, свежие. Все эти потрясающие дары моря, вот как эта селага, как лангусты, морские ушки. Рыбу пора переворачивать. Я не довожу до готовности с каждой стороны, иначе она пережарится. Переворачиваем. Тепло прошло сквозь рыбу, поэтому вторую сторону не нужно оставлять надолго. Еще немного оливкового масла. Немного соли. Какая красивая корочка. Немного свежемолотого перца. А соус готов. Он совсем мягкий. Мы его прямо сюда, в миску. Видите эти сильно зажаренные кусочки? Они придают отличный вкус. Их обязательно надо оставить. А теперь еще оливкового масла. И немного соли. Сбрызнем бальзамическим уксусом. Побольше перца. Уксус придает вкус. Он чудесный. И сладкие летние помидоры. Так. Я еще раз перемешаю. Вот. И соус для барбекю. Вы убедитесь, что сделать его очень просто. И это очень вкусно. Теперь, чтобы закончить это великолепное блюдо, нам нужно просто выложить рыбу на большую тарелку. Только посмотрите на эту прекрасную длинную силагу. Отлично поджаренная кожица. Не волнуйтесь по поводу темного цвета. Она действительно как карамель. И запах фантастический. Она не подгорела. Просто наполнилась вкусом и ароматом. Теперь соус сюда. У него тоже богатый вкус и аромат. Бальзамический уксус очень насыщенный. Коричневый цвет от барбекю. Прекрасный сладкий вкус помидоров. Лук также добавляет сладости. А я собираюсь добавить к рыбе кое-какой зелени, потому что люблю рыбу с зеленью, оливковым маслом и соком незрелых фруктов. Итак, у нас здесь кориандр, мята, немного орегано, петрушка, а затем кислый сок мэгги-бэр. Этот сок лучший в Австралии. Оливковое масло, морская соль и перец. Я не использую бальзамический уксус, потому что его достаточно в томатном соусе. Мне нужна легкая кислинка для зелени, а вкус сока незрелых фруктов отлично подходит к рыбе. Зелень сверху, ее нужно есть с рыбой. Это не украшение, это все для дополнения ко вкусу и запаху. Вот вам селага пятнистая на барбекю, великолепный продукт в прекрасном оформлении. Селага пятнистая, спелые помидоры, лук, оливковое масло, бальзамический уксус, листья мяты, листья кориандра, петрушка, листья орегано, сок незрелых фруктов. Если плыть на запад от острова Кенгуру, вы не встретите земли до самой Аргентины, расположенной в Южной Америке. Тысячи туристов каждый год посещают остров Кенгуру, чтобы полюбоваться невероятным разнообразием дикой природы. Одна из главных достопримечательностей – колония австралийских морских львов. В заливе Тюлени на южном побережье острова можно увидеть этих удивительных животных вблизи во время экскурсии. Еще одно животное, живущее на острове – новозеландский морской котик. В колонии их около 6 тысяч, и они выбрали для себя живописное место – Адмиральскую арку в заповеднике Флиндерс-Чейс. Еще на острове есть процветающие колонии Коал, а также множество кенгуру и апоссумов. Это место – настоящий рай для любителей природы. Сью, спасибо за то, что принимаешь нас в этом чудесном месте кафе Сент-Фай. Мне очень приятно, Нейл. Рассказывает Сью Пирсон. А сейчас я приготовлю для вас простое блюдо из раков, чудесно. Мы готовим простые блюда из отличных продуктов. Мы не отлично, хорошо, горячо. Да, так, Сью, пока ты готовишь это блюдо из раков, расскажи нам, чем ты занимаешься, ведь у тебя а не только это кафе. Верно, у меня есть еще компания по доставке питания на острове. В основном мы доставляем еду гостям, которые сюда приезжают. Замечательно. Развозим еду, еду для гурманов, на дом. А как она называется? Она называется Туберц Энт Эсквит Фуд Компани. Для начала бросим на сковородку что-нибудь для запаха, прежде чем мы положим раков. Горячее, кладем раков. А что у нас там? Корень кориандра, немного имбиря? Да, имбирь, чеснок, немного зеленого чили. Не могу представить лучшего места в Австралии для готовки на открытом воздухе. Здесь так много красивых мест. Мы ездим в разные места, на пляж, в кафе, к маяку, куда угодно. Повсюду. Чего еще можно желать? Я мобильный шеф-повар. От компании или от женщины, или от мобильного шеф-повара. Что можно ожидать? Я мобильный шеф-повар. Потрясающе. Передерживать блюдо нельзя, можно его испортить. А это нам не нужно. Мы ведь не хотим потерять вкус этого замечательного местного продукта. Они чудесные, не правда ли, эти раки? Ручку наил, пожалуйста, я классно протираю ручку. Теперь я приготовлю для тебя немного салата, пока ты заканчиваешь жарить раков. Итак, у меня есть рисовая лапша. Мы добавим лука. Свежего кориандра. Мяты. Оливкового масла. И лимона, который я люблю с морепродуктами. Это просто замечательно. Вот так, на большую тарелку. Хорошо. Прекрасно. Пожалуйста, Сью, можно раскладывать по тарелкам? Я брошу туда немного базилика. Отлично. Разная зелень. Пару кусочков сливочного масла, чтобы соки смешались с маслом. С ума сойти, запах масла, в нем все дело, да? Вот где Восток действительно встречается с Западом. Быть австралийцем – это здорово. Выглядит потрясающе. Чудесно. Какой запах. Вы только посмотрите. Благодаря высокой температуре, они такие красивые, красные. И несмотря на то, что некоторые ингредиенты кажутся подгоревшими, они просто отлично прожарились. Мы обожаем этот запах. Вы только посмотрите. Невероятно. И это можно приготовить где угодно. Просто возьмите с собой маленький противень для барбекю. Каждый может. Это совсем не трудно. Вам нужны только свежие продукты, и у вас будет отличная еда на пляже. Но вместо того, чтобы готовить самим, когда будете на острове Кенгуру, вам нужно только позвонить Сью, потому что она делает это лучше всех. Итак, Сью, ты приехала из Англии, выбрала остров Кенгуру. Что же тебе здесь больше всего нравится? Это очень красивое место. До этого я жила в Сиднее. Там совершенно другой стиль жизни и отдыха. Ты же знаешь, Сиднее, бесконечная суета. Бегом, бегом. Верно. А здесь есть время расслабиться, получить удовольствие. Когда готовишь для кого-нибудь прекрасный обед, можно просто стоять на этом самом месте и думать, да, это действительно нечто особенное. И в твоем распоряжении самые лучшие в мире продукты. Вы только взгляните на это. Сью, за тебя спасибо, что ты предоставила нам свое кафе. Раке, кориандр, имбирь, чеснок, зеленый чили, листья базилика, листья мяты, сливочное масло, лапша, лук, лимонный сок. Английское название морского укропа – самфай. Это искаженное имя Сен-Пьер, то есть Святой Петр, которого почитают рыбаки. Еще немного оливкового масла, и вот, пожалуйста, простое блюдо, прекрасный аромат, все дело в самом продукте. Позже я собираюсь приготовить вкусного цыпленка на барбекю в томатном и миндальном соусе. Еще немного оливкового масла, еще немного соуса, а также лангуста и кальмара с морским укропом. Свежие и быстрые, свежие и быстрые. Нейл Перри. Продолжаем программу. Здесь у меня прекрасные цыплята, выведенные на острове кангуру. Я уже использовал грудки, а это ножки, моя любимая часть цыпленка. Я хочу, чтобы кожица получилась хрустящей, а мясо очень сочное, оно такое вкусное. Итак, я замариновал их с оливковым маслом, с чесноком, чили, солью и перцем. А сейчас я оброшу их на противень. А вот и другие кусочки крылышки, бедра. Чеснок на них немного поджарится, но от этого они будут еще румянее, а аромат будет сильнее. Я собираюсь подать к ним немного соуса, который мы готовим у нас в Рокпуле. Он происходит от испанского соуса из миндаля и томатов. Начну с чеснока. Красного чили и морской соли. Я продолжаю толочь, пока овощи не дадут сок. Идея в том, что под хрустящей корочкой цыплята будут просто таять во рту. А этот чудесный соус к ним, чесночный и острый. Немного красного винного уксуса придаст вкусу сбалансированность. Так добавляем нарезанный помидор, очищенный от кожуры и от зернышек. И продолжаем толочь. Пока все не пустит сок. Немного морской соли. Как там цыплята. Переворачиваем. Как видите, чеснок поджарился, корочка подрумянилась. Теперь поджарю эту сторону. А потом переверну опять. И доведу до готовности в течение 3-4 минут. Чтобы мясо было сочным, его лучше не передерживать. Но ножки могут готовиться дольше из-за жира. Так, а здесь у нас томаты уже пустели сок. Получается очень хорошая консистенция. Добавим немного жареного миндаля. Можно использовать как резанный. Так и целый. И снова толчом. Орехи придают густоту. Так еще немного надо добавить. Мне нужно получить прекрасный миндальный запах. У нас получилось именно то, что нужно густой соус. Вот добавляем миндаля. Соус густеет буквально на глазах. Добавим петрушку. Цеплята отлично готовятся пока. Можно отложить эти кусочки крылышек, которые немного пережарились, чтобы они дошли. А эти перевернуть, пусть еще подрумянится. А теперь продолжаем готовить соус. Так. Добавим еще немного соли, чтобы вкус получился пикантным. Теперь красный винный уксус. И побольше оливкового масла. Плеснем. Я убежден, здесь всего достаточно. Отличная острота от чили с привкусом уксуса. Ореховый оттенок миндаля. Все это прекрасно подходит к цыплятам. Цыплята превосходны. Осталось только выложить их на тарелку. Они очень красивые, хрустящие, сочные, прекрасно подрумянились. И все это так получается только на барбекю. А затем большую добавим ложку соуса. Теперь нам нужно только к этому соусу и цыплятам добавить оливкового масла. Плеснем. И вот, пожалуйста, простое блюдо, прекрасный вкус, аромат. Все дело в самом продукте, в соках и аромате. Цыпленок, чеснок, красный чили, лимонный сок, спелые томаты, жареный миндаль, листья петрушки, красный винный уксус, оливковое масло. У берегов острова Кенгуру находятся обломки более 50 кораблей. Многие из них доступны для дайверов. Для моего последнего блюда я возьму лангуста и замечательного кальмара. Лангуста кладем сразу на барбекю. Он лишь слегка обрызган оливковым маслом, немного посыпан солью. А когда он почти готов, я выложу кальмара, потому что для его приготовления требуется всего несколько минут. И снова хорошо подрумянием, обжарим его со всех сторон. А сейчас я сделаю нечто вроде приправы быстрого приготовления, очень похожую на соус, кориандр, мята, немного чеснока, зеленого чили, лимонный сок, оливковое масло. Все это для пикантности. Теперь все смешиваем с морским укропом, который я просто обожаю. Он так сильно ассоциируется с островом Кенгуру. Напоминает мне об этом месте. Это блестящий ингредиент для салатов. Но если вы не можете достать морской укроп, спаржа подойдет. Кладем немного чеснока, спаржу тонко нарезаем, бланшируем и смешиваем с салатом. А можно взять ее сырой. Мне нравится сырая спаржа. Это как с артишоками. Немногие отваживаются есть их сырыми. А ведь это потрясающе. Добавим мяты. Немного кориандра. Хорошо потолчем. Даже вы, думаю, чувствуете, как отсюда начинает исходить чудесный аромат. Так, очищенный от семян зеленый чили. И еще немного соли. Еще раз повторю, я делаю отличный простой соус. Он не должен быть слишком однородным. Но, как видите, все уже начинает смешиваться, сочетаться. Так, теперь кусочки лангуста можно перевернуть и, опять же, только подрумянить. Что нужно делать, это следить за маленькими кусочками и положить их на большие, когда они начнут поджариваться. Как это выглядит. Можно просто смазать оливковым маслом. Я хочу добавить еще чуть-чуть морской соли. Соль так хороша для готовки. А когда вы используете морскую соль, вы получаете минералы, которых нет в обычной соли. А они очень важны для рациона. Очень важны. Так, добавим сок одного лимона. Или полутора лимонов. Я хочу, чтобы все хорошо смешалось. Как в приправе. Потому что, в сущности, это и есть приправа. Прекрасное мясное оливковое масло. И получается такая чудесная, зеленая, сочная смесь. Много-много свежемолотого перца. Вот и все. А ложка у меня всегда под рукой. Вот, как замечательно получилось. Это почти как соус песта. Перемешиваем. Свежий чили, свежая мята, лимонный сок. Все это замечательно подходит к дарам моря. Великолепно сочетается. Переворачиваем кусочки лангуста. Маленькие кладем, но другие, большие, чтобы они не пережарились. Надо, чтобы лангуста оставался хрустящим. Это прекрасно. Кладем кальмара. Смотрите, я надрезал кусочки. Под углом 45 градусов в одну сторону. Перевернул и сделал тоже на другой стороне. Этот крестообразный надрез поможет им лучше прожариться. Прогрейте их хорошенько. И они быстро приготовятся и свернутся. Выглядеть будет замечательно. Вот так, на горячей части противня. Пока это готовится, у меня тут есть хрустящая зелень, колечки лука-шарлот, морской укроп, который бланшировался несколько секунд. Можно использовать испаржу. Но если вам удастся достать это, потрясающая штука. Очищенные от семян и нарезанные соломкой красной чили. Кладем все в миску. Это все для оформления того, что мы жарим. Кальмар готов. Выглядит потрясающе. И еще плеснем оливкового масла. Вот так. Чтобы немного смочить кальмара. Лангуст тоже очень хорош. Панцирь красный. Кладем маленькие кусочки сверху. Все отлично. У нас есть морскую укропу, все прочее. Кладем приправу. Посмотрите. Вот. Как красиво, как сочно. Какое все свежее. В этом все дело, это просто потрясающе. Кладем сюда. Горячие лангусты заставляют зелень выпускать сок. Аромат еще сильнее. Замечательно. Так, кальмары. Еще раз повторю, не пережарьте их, чтобы они были сочными. Вот он. Каков остров кенгуру. Прекрасный лангуст. Отличный кальмар. Прекрасная огородная зелень. Морской укроп. Деревянные ложки. Щипцы. Так, перемешаем. Нам нужно, чтобы приправа равномерно распределилась. Потрясающе. Мята – это просто фантастика. Теперь осталось только положить на тарелку. Просто перевернем. Чудесная еда. Попробуйте зелень, морской укроп, лангуст, кальмар. Вот о каких продуктах всегда мечтала наша программа. Программа свежая и быстрая. Лангуст. Щупальца кальмара. Оливковое масло. Чеснок. Листья мяты. Листья кориандра. Зеленый чили. Лимонный сок. Зеленый лук-шалот. Бланшированный морской укроп. И красный чили. Раки были завезены на остров Кенгуру из Западной Австралии всего 20 лет назад. Позже я приготовлю синеглазку, тушеную с моллюсками. Это выглядит так красиво. Я так люблю тушеные блюда. Цыпленка, начиненного чесноком и кориандром, а также восхитительное рыбное блюдо. Ведущий Нейл Перри. Композитор Энди Сайдари. Оператор Грег Кунг. Продюсер и режиссер Майкл Робинсон. Фильм озвучен по заказу ЗАО. Первый канал. Всемирная сеть. Фильм озвучен по заказу ЗАО. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова